И никогда не ведитесь на провокации, на вот эти вот мошенники, потому что один раз пойдешь навстречу, заплатишь, тебе сядут на шею. Один раз прогнешься, тебя будут всю жизнь ломать. Привет, все мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Владимир. Это незапланированный ролик. Значит, объявление. Может быть, это последний видеоролик у меня на канале, я не знаю. Все, что у меня было для спонсоров, я сделаю для открытого публичного доступа, чтобы все могли посмотреть. Я стал жертвой мошенников. Мне на почту пришло письмо. Я не знаю, как я буду монтировать. Я только что разговаривал с поддержкой YouTube, поэтому ролик немножко на эмоциях. Я сдерживаюсь как могу. Короче, у меня есть такие видеоролики, как следить удаленно за другим телефоном, где у меня есть дисклеймер, что это можно делать только со своим телефоном, либо с телефоном ребенка, близкого родственника, но только с его согласия, потому что в противном случае все эти действия будут нарушать закон. И эти ролики прошли модерацию YouTube, и некоторым роликам уже по 2-3 года. Они без каких-либо проблем находятся на платформе. И под этими роликами люди периодически пишут комментарии, что вот, мол, занимаюсь взломом, оказываю услуги взлома. И я раньше такие комментарии не удалял, потому что, ну, как бы, может быть, действительно человек взламывает, и кому-то это нужно, пускай, как бы, зарабатывает и людям помогает. Но мне в ВКонтакте стали писать, что вот, Владимир, а почему вы обманываете меня? Ну, меня это какого-то, видимо, читателя, зрителя, там, подписчика. Когда начинаю выяснять, в чем проблема, он говорит, ну, вот я обратился к ребятам под вашим видео, выслал им деньги, а я не получил ссылку на загрузку программы. То есть, как так? Ну, и я понял, что это действительно кидалы, и я стал сам такие комментарии удалять. И вот я удалял это все на протяжении, наверное, 6-7 месяцев. И сейчас со мной связались ребята, видимо, которых это очень сильно достало. Я тут тоже наложу их письмо. Я просто не знаю, там какие-то мои личные данные, они даже знают, я их вскрою. Но суть в том, что они пишут, что я мало того, что должен не удалять комментарии с определенного номера. Ну, вы видели такие каналы, да, типа, 8, 900, такой-то, такой-то номер, помогаю со взломом. И мне они сказали, чтобы я не только не удалял вот этот комментарий с, как сказать, ну, с мошенническим призывом, да, типа, обратитесь ко мне, я помогу взломать телефон. Но и следил за тем, чтобы в комментариях, вот в ответах под этим комментарием все было чисто. То есть, чтобы не было ничего плохого, если люди будут писать, я им заплатил, они мне кинули, я должен такой комментарий удалять. И почему я говорю, что это последний ролик? Потому что, ну, у меня уже канал 4 раза пытались заблокировать. Это долгая история. Я с мошенниками, естественно, сотрудничать не буду. Мне, как бы, мою, не знаю, честь и достоинство важнее, чем под кого-то прогибаться, тем более людей подставлять. И мысли в голове, конечно, путаются. Я написал в поддержку, я написал в поддержку YouTube, и они мне разрешили, да, как бы использовать это видео, которое я успел снять, вот нашу переписку для статьи на Яндекс.Дзен, для личных целей. Вот что самое забавное, да, вот я писал им, что от меня требуют мошенники, да, то есть я им выслал письмо, скриншот, написал, что такая ситуация, говорят, что будут массово бобить канал с разных IP-адресов, то есть, что я якобы нарушаю правила YouTube, что канал это мошеннический и прочее-прочее. И мне сказали, типа, да, не беспокойтесь, наши специалисты разберутся. Момент номер один, который меня смущает. Вот у меня на канале за все время было только одно нарушение, вот я вам сейчас его покажу. Это ролик, который я публиковал 27 октября. Да, и вот этот ролик заблокировали на моем канале, хотя я писал в поддержку, что он ничего не нарушает. Как бы с этим роликом нет никаких проблем, почему вы его заблокировали? Я же все как бы подробно писал в комментариях, там был дисклеймер. И его заблокировали. Да, как бы без суда и следствия. Мне даже не дали возможность подать апелляцию, то есть, я ее подал и тут же получил повторный ответ, что нет, нарушает правила сообщества. И на моем запасном канале такой же видеоролик уже месяц висит. Да, просмотров, конечно, меньше, но вот на этом ролике, который заблокировали 27 октября, у него тоже было что-то там 4000 просмотров. Ну, то есть, как бы он не успел даже разогнаться. Здесь как бы висит месяц без проблем и никто не блокирует его. Поэтому я считаю, что у YouTube немножко предвзято отношение к моему каналу, потому что на запасном канале вообще нет никаких жалоб. Хотя я сюда выливаю те же самые видеоролики, что и с основного канала. То есть, тут, по сути, один и тот же контент, что на моем основном канале, потому что это запасной канал. И самое забавное, ну, в принципе, я бы мог прогнуться по требованию злоумышленников, ну, чего я, естественно, делать не буду, но все-таки вот я пишу в поддержку. То есть, смотрите, должен ли я так поступать, да? Должен ли я подчищать вот эти комментарии, где люди будут писать, люди, которых кинули эти мошенники, что вот эти вот чуваки, то, что тут дагестанцы, это они сами написали, что мы из Дагестана. Это вы в письме увидите. Вот, я пишу, стану ли я соучастником, да? Вот, YouTube меня накажет за такие действия, что я буду удалять комментарии, где люди, которых кинули, будут писать, что они мошенники. Нет, никак не накажут. Не накажут. То есть, как мне поступить в подобной ситуации? Это вам решать, смайлик. То есть, хотите, можете пойти на требования мошенников и, как бы, закрепить их комментарии мошеннические, и еще почищать все комментарии от других пользователей, которые попались на их уловку. Я просто был в шоке. Вот, с этого, конечно. Поэтому я вот, все вот это суммируя вместе, что было, что происходило с каналом, как сейчас развивается ситуация, мне кажется, его, как нечего делать, заблокируют. Ну, то есть, да, неприятная ситуация. Поэтому я что могу сказать? Либо подписывайтесь на мой запасной канал, либо смотрите меня на Яндекс.Ден, но мне, пускай канал заблокируют даже, мне честь и достоинство важнее. А то, что вот YouTube, да, толкает вам ролики, да, типа «Газпром», типа купить, ну, я очень часто почему-то вижу этот ролик, что вот, мол, «Газпром» решением президента сделал программу для россиян, что каждый может разбогатеть на несколько тысяч долларов. То есть, это прямо рекламный промо-ролик. Я сколько раз не посылал на него жалобу, ну, что типа это мошенничество, такого нет. У меня знакомые, родственники работают в «Газпроме», вообще ничего такого подобного нет. Это чистый гон, и эти ролики по-прежнему не блокируют. А вот ко мне отношение какое-то, ну, вы знаете, я постоянно вам рассказываю, опять блокировали, опять нарушения, опять страйк, то есть, мне постоянно везет. Короче, всем вам большое спасибо. Подписывай. А, да, старое, подписывайтесь. Спасибо. Если, ну, я честно буду даже не против, если у меня получится что-то заработать. Если кто-то хочет поддержать меня, если кому-то мои ролики приносили пользу на самом деле, ну, всегда у меня есть плашка типа «Донейшн Алёртс», поддержите, я, может, пойду в стримеры, если, потому что второй канал растет очень-очень медленно, хотя у него все зеленая репутация, но... Может быть, пару стримов проведем и просто так пообщаемся с вами. Я просто только-только закончил разговор с поддержкой, и у меня даже речи-то как таковой нет, чтобы вам рассказать это. В любом случае, я про всем говорю «пока», и никогда не ведитесь на провокации, на вот эти вот мошенники, потому что один раз пойдешь навстречу, заплатишь, тебе сядут на шею. Один раз прогнешься, тебя будут всю жизнь ломать, а я никогда ни под кем не прогибался. Вот так вот. Всем добра. Продолжение следует...